Подрагаю вас, я вас там. Спасибо, спасибо. Клиентский зал МФЦ на улице Свирской пестрит от обилия флажков-триколоров. В день российского флага его сотрудники решили поднять настроение себе и посетителям. В течение трёх дней вручить клиентам тысячу значков с триколором. Данная акция, она с разных сторон носит патриотический характер, поскольку люди задают себе вопрос, откуда флаг, с чем он связан, какова его история. Сегодня буквально был свидетелем, когда в разговоре с сыном матери спрашивал, а сколько лет флагу, кто придумал мама. И мама ему, к моему удивлению, ответила довольно правильные вещи, что флаг пошёл с петровских времён. С тех времён минуло четыре столетия. Сегодня большинство госуслуг можно запросить в электронном виде с компьютером. Растут требования и к операторам МФЦ, которые теперь владеют знаниями о выполнении 320 услуг государственного и муниципального уровня. Лидер по количеству операций – Росреестр. Недавний инцидент с незаконным применением электронной и цифровой подписи понудил законодателей ввести новую услугу о выдаче разрешений на сделки с недвижимостью с помощью ЭЦП. По умолчанию регистрация сделки через цифровую подпись отклоняется. Скоро в МФЦ Насвирской заработает криптокабина для оформления биометрических загранпаспортов сроком службы до 10 лет. Щёлков с одними из первых в Подмосковье опробует новую технологию. Весь цикл услуги будет проходить в МФЦ. Криптокабина – это средство для снятия биометрических параметров. Это очень здорово, это пилотный проект в Московской области. В ближайшие дни оно должно заработать. Идёт настройка и наладка программного обеспечения, кабина уже стоит. Осенью МФЦ начнёт оказывать услуги ЗАГСа по выдаче свидетельств о смерти и рождении. Михаил Налётов, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение.